В халате, но с прической и в гриме нас принимает у себя в гримёрке актёр театра и кино, режиссёр и сценарист, наконец, народный артист, сам Александр Шервент. Без стеснений и лишних слов он лично пригласил нас повеседовать, ему было что рассказать о жизни. А я помню, как мы играли и потом спускались вниз, стоял жуткий дебаркадер, страшный дикий пляж на 100 километров, и с этого дебаркадера мы приносили с собой какие-то тряпочки, сидели там, да, пиво. Из дебаркадера с этого прыгали в Волгу, ныряли. А дебаркадер ржавый, жуткий, какой-то полуземлеснаряд. Вот, сейчас ничего не узнаю. Такой он вспоминает Самару. Александр Шервент бывал здесь не один десяток раз, и самарцы его любят, ведь он сыграл сотни ролей в театре и кино и добился в жизни всего, о чём мечтал. Но в свои 79 лет у него ещё остались маленькие желания. Так что желать? Желать, чтобы отменили запрет на мат, чтобы я начинал разговаривать уже как человек, чтобы разрешили опять курить, чтобы я докурил уже свой век. Шервент хоть и позволил себе немного поворчать, но о цели своего визита не забыл. Народный артист продолжил готовиться к выходу на сцену, а самарцы уже почти заполонили зал оперного театра. На самом спектакле, как и ожидалось, нет свободных мест. Сегодня зрители смотрят на Арнифля, поэта и Лавелласа в исполнении, конечно же, Александра Шервента.